И еще об одном задержании рассказали сегодня полицейские. Несколько часов назад во Владимирской области поймали гражданина азиатского государства, который находится в международном розыске за терроризм. Пока подробности неизвестны. Также временно исполняющий обязанности начальника регионального ОМВД Олег Лосев на торжественном собрании в честь профессионального праздника рассказал, что в этом году его подчиненными было раскрыто более 10 тысяч преступлений, четверть из которых тяжкие и особо тяжкие. Среди основных заслуг ведомства Олег Лосев назвал задержание владимирскими полицейскими нижегородского убийцы Белова, раскрытие громкого тройного убийства на Нижней Дуброве во Владимире и еще целого ряда резонансных преступлений. Можно привести множество примеров самоотверженной работы наших сотрудников, в том числе управления уголовного розыска, сотрудников БЭП, сотрудников ГИБДД. Буквально вот в эти минуты сейчас доложил дежурный, что в Ковровском районе еще задержали наши сотрудники ГИБДД, одного из находящихся в розыске граждан сопредельного государства азиатского, который находится в розыске за своей территорией международной, за терроризм. То есть есть основания предполагать при досмотре автомобиля, что у нас он тоже находился не просто так. Это вот буквально произошло 30 минут. Поэтому, несмотря на праздник, наши сотрудники работают, к сожалению, пока преступность не успокаивается, безусловно, мы адекватные меры к ним принимаем. Мы прекрасно понимаем, насколько сложна ваша служба. Многие из вас работают практически без выходных. Многие работают по 10, 12, 16 часов в сутки. Многие рискуют жизнями, рискуют здоровьем ради спокойствия наших граждан. И мне бы хотелось от всей души сказать вам огромное спасибо за ваш вот этот вот очень непростой, но очень нужный нашей стране, нашей области и, самое главное, нашим людям труд. Губернатор Светлана Орлова, поздравляя сотрудников полиции с профессиональным праздником, отметила, что несмотря на существующие проблемы в этом году в отношении самих сотрудников правоохранительных органов области заведено более десятку уголовных дел, Владимирская полиция справляется со своей работой. Отметила глава региона и заслуги Сергея Губарева, который сейчас находится под следствием. Очень благодарна нашим сотрудникам, потому что результаты за 9 месяцев неплохие, результаты говорят сами за себя. В том числе я хочу сказать спасибо Губареву, потому что и по противодействию коррупции, и по противодействию то, что касается наркотиков, наведения порядка по миграции, ряд дел, которые были проведены и доведены до конца, то, что касается коммунального спрута, как бы кто ни хотел. И глубоко уверена, что без денег коммунального спрута не произошло этой истории, то, что случилось с Сергеем Викторовичем. Но неприкасаемых нет, вы это знаете, поэтому дождемся результатов, и тогда можно будет говорить.